Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее прохождение новой и крутой карты, а именно карта, которая базируется на Ассасинскрите. То есть все знают, что это за игра и даже ничего не буду объяснять, все поняли, о чем будет карта. Элементы паркура, элементы драк, спасение королевства и многое другое вы увидите в этой серии, поэтому, ребята, если вы хотите новую серию, не забываем ставить лайк. Даю вам свое слово, ребята, своим подписчикам, как только мы сможем набрать 2000 лайков, сразу выходит новая серия, чем быстрее мы наберем, тем быстрее выйдет. Не забывай подписываться на мой канал, каждый подписчик для меня большой друг и я всех вас приглашаю вступить нашим большим дружным всеми подписчикам. Вам нужно нажать на две кнопочки, секунда на одну, секунда на другую, лайк, подписка, за эти две секунды вы действительно сможете сделать много для меня, но за это, ребята, я выпущу для вас новую серию, потому что я люблю своих подписчиков. Но больше мы не будем тянуть, мы сразу же приступаем к самому видео. Ну что, ребята, сейчас мы будем приступать. Честно я вам скажу, я стараюсь каждую серию сделать приветствие как можно короче. Сегодня у нас приветствие было 53 секунды. В следующей серии я постараюсь дойти где-то до 40 секунд, а потом еще уменьшить. Я обожаю своих подписчиков, я вас люблю, ребята, я прислушиваюсь к вашему мнению, поэтому я буду стараться делать как можно меньше приветствия и как можно короче. Поэтому, ребята, я вас люблю. Но все же, ребята, сейчас мы будем приступать к самой карте. Что это за карта? Это Ассасин Скрит, как вы уже заметили, тут крутую картину. Что такое, ребята? Ну, в принципе, это все правило. Это все правило, многое другое. Голд наггетсы, это у нас деньги. Тут многое другое. Тут, я не знаю, есть ли смысл это все читать, ребята. Ты Альтаир, который помогает там кому-то, кому-то, кому-то. Ребята, я поиграл пару минут на этой карте, я уже знаю, что нам нужно. Нам нужно будет спасти королевство. Нам нужно будет проходить паркур. Даже не нужно читать вот эти все правила. Не нужно их читать, потому что вы все сейчас поймете, как только мы выйдем с этого дома. История сама начнется развиваться у нас перед глазами. Поэтому, ребята, мы даже не будем это все читать. Нам нужно просто-напросто добывать ресурсы, многое другое. И, в принципе, проходить паркур. В чем суть этой карты? Как видите, сейчас голд наггетсы, это измененные текстурки. То есть, это как монеты. Чем больше монет, тем мы богаче. Поэтому, ребята, нам нужно собирать все монеты, которые нам только встретятся. Потому что они действительно очень полезные. Они нам пригодятся даже не знаю где. В том смысле, что, ребята, они могут пригодиться на любом уголке этого мира. Кто знает, может нас встретит какой-то вор и попытается нас ограбить. Хотя мы же ассасин, мы его просто убьем быстренько. Да и все. Но посмотрим, ребята, посмотрим. Нам нужно вот это все собирать. И, в принципе, давайте будем спускаться и будем начинать саму миссию. Тут есть куча всяких миссий. То есть, что нам нужно? Давайте вот сейчас tutorial mission. Первая цель. Нужно пойти к сторожевой башне и найти компас старика. Но вы сейчас все посмотрите, вы сейчас все увидите, что и как нам нужно сделать. Мы выходим с нашего дома. Мы Альтаир. Мы самый первый ассасин. То есть, с самой первой части Assassin's Creed. Это был Альтаир. Да, ребята, кто не знает, знайте. И тут у нас находится старикашка. Привет, старикашка. Привет, друзишка. Тут у нас обвалилось большое дерево, которое перекрыло путь с твоего дома. Круто. А его обвалил с шторм. Поэтому, если ты торопишься, тебе нужно найти мой компас. И я проложу тебе путь через мой компас. Может бы я тебе лучше топорик какой-то принес, а не компас. Может ты топориком бы что-то другое сделал. Но все же, ребята, иди в сторожевую башню сзади твоего дома и принеси мой компас. Как только ты это сделаешь, я прорублю вот это дерево и сделаю тем самым тебе путь наружу. Но, в принципе, все, ребята, мы поняли. О, почти забыл. Ты можешь быстренько проведать the shed to... Ага. Ты можешь быстренько проведать какое-то там здание для того, чтобы найти себе припасы. Круто. Цель. Идти в сторожевую башню, в башню обзора и принести старику компас. Круто. Мы все поняли, ребята. Но по пути мы забежим в этот домик, чтобы найти свои... О, забери свои доспехи, свои вещички. О, ребята, еда, еда. Ух ты. Ща. У-у-у. Потопали, ребята. Сейчас у нас уже начинается настоящая сосискрип. Сейчас мы оденемся прям в костюм Альтаира. Ща. Соберем бабло. Ну, у нас уже 42 золотые понеты. Мы прям... Только что начали карту, а мы уже прям нереальные богачи. Я выключаю дождь, потому что он очень шумный. Я не хочу играть в дождю. Простите меня, ребята, но я действительно не хочу играть сейчас в дождю. Сейчас мы оденемся и прям станем настоящими ассасинами. Прям настоящие ассасины. Но давайте потом поймем дальше. У нас тут, кстати, есть меч. Ну, деревянный меч. Нандбрейкинг 3. Меч ассасина. Круто. Ну что, ребята, это у нас сторожевая башня. Нам нужно забраться на самый верх. Так, что у нас тут пишет? Да-да-да-да. В этих сундуках нету никаких монет и никаких орбов. Орбов это как сек... Орбы... Точнее, орбы, я не знаю, как правильно сказать. Это как секреты. Чем больше орбов вы собрали, значит, больше вы всяких тайных посланий, тайных всяких вещей нашли. Поэтому, ребята, нам нужно будет их собирать. Это, как вы уже поняли, наполовину паркур карты. Потому что, в принципе, ассасинскрид это же почти основа на паркуре, где нам нужно прыгать и вот это все делать. Ребята, кто не понял, сундуки я не открываю, потому что это сундуки для паркура. То есть, в них нету никакого лута. Мы просто проходим через сундуки туда, куда нам нужно. А, а вот тут уже, кстати, есть. И вот я нашел орб. Собери их всех. То есть, нам нужно собрать все орбы. Это как ачивка. Знаете, как будто сломить всех покемонов. Я сломлю их всех. Так, мы и найдем все орбы. Я найду их всех. Так, все. Компас. Да, ребята, компас старика. Давайте мы заберемся сюда наверх. Хотел я забраться, но чуть не упал. Кстати, а, вот тут я могу прыгнуть вообще как-то. Твою мать, а дайте мне... Ой. Во, наконец-то допрыгнул сюда. И вот куда я хотел потопать. Да, вот сюда на самый верх. Вау, какой тут красивый вид. Ну, ну, деревья и горы так себе ведом. Прыжок веры. О, да, ребята. Даже в Майнкрафте есть прыжок веры. Целься в стак сена. Что-то мне очковать. Что-то я не хочу туда целиться. Может быть, вы там какие-то блоки слайма поставили. Или какую-то воду. Ну, ладно, давайте. О, круто. Ты получил звезду. Отличная работа. Звезда, собери их всех. То есть у нас уже есть орб. У нас уже есть звезда. Это два предмета, которые нужно коллекционировать. Также у нас есть монеты, за которые мы потом будем, наверное, что-то покупать. Ну что, старикашка. Помести компас сюда. Помещаем. Вот он. Привет. Да, спасибо тебе, сынок. Смотри, сынок. Я полагаю, что я смогу сейчас прорубить вот это дерево. И подожди секунду. Я не такой уже молодой, как хотелось бы быть. И все, он прорубил. Ну, ладно. Я не понял одного момента. Зачем ему был компас, если он прорубил дерево? То есть он с помощью компаса прорубил. Лучше бы был какой-то топор. Нам нужно было бы принести топор. Компас. Какой-то ты странный, старикашка. Ну, ладно. Идем мы дальше, ребята. Первая цель. Первая миссия выполнена. Конечно же, выполнена. Вторая цель. Следуй по дороге, пока ты не найдешь мост. Ладно. Этот путь. Ладно. Идем. Следуй за глоустон блоками. Идем. Так. В многих миссиях на пути ты сможешь встречать какие-то плюшки, которые помогут тебе проходить цели через паркур. Попробуй запаркурить вот это дерево. А, вот, ребята. Вот эти плюшки. То есть, знаете, ребята, это как мини-паркур, который... Во! Эти плюшки нам будут помогать проходить паркур. Ага. Круто. Круто. Так. А, найди кнопку. Эм. О, я уже, походу, нашел. Что-то тут у нас есть. О! Да! Вот, видите, нам нужно вот тут проходить через вот эти... Я не знаю, как это вообще назвать. Ну, ладно. Отлично. Такая работа. Но запомни. Если ты застрял в уровне, посмотри и найди вот эти... Эм. Облака, как он их назвал. То есть, если мы застряли где-то, нам нужно искать вот эти мини-облака. И они выведут нас на правильный путь. Нажимаем на кнопочку. Ты услышал то, что что-то открылось. Да ни хрена ли я не слышал, если честно. О! Ты пройдешь. Что-то лучше сделал. Но все же, ребята, цель. Дать 20 золотых монет поместить в сундук. И запомни. Если у тебя недостаточно монет. Тебе нужно вернуться назад и найти какие-то монеты в том доме, где мы были. Заразы. Не смотрите на меня так. Скелетоны, стивы, стражники. А если я вас просто пошлю нафиг и пройду мимо вас? Нет, не могу пройти. Тут невидимая стена. Нет, нет, я пошутил. Я пошутил. Не трогайте меня. Они бьются, зараза. Да еще как больно, ребята. Гопники. Хуже, чем гопники у нас встретились на пути. Я прям, знаете, как будто чувствовал. Я на начале видео сказал, что может на пути у нас встретятся какие-то воры, которые попытаются у нас забрать деньги. И вот. Вот. Только это не воры, а стражники. Воры. В принципе, одно и то же. На правительство и вся вот эта хрень. Ну что, забирайте свои грязные деньги и пропускайте. Хм, спасибо тебе. Я думаю то, что ты можешь пройти. Иди ты в жопу, я бы и так прошел. Я просто-напросто заплатил. Я вас пожалел, заразы. Но все же, ребята, следующая цель. Следуй... А, следуй за дорогой, пока ты не найдешь ворота. Так, что у нас тут написано? Remember Wisps. То есть, помни... Давайте будем их называть не виспы. Хотя, в принципе, может даже виспы... Давайте... Облако. Давайте виспы даже будем называть. В принципе, даже прикольно звучит. Висп. Но, если честно, не вижу пока что никаких виспов, о которых ты мне сейчас насказываешь. Поэтому... Поэтому, наверное, ребята, мы будем бежать, пока мы не встретим какие-то ворота. Я, кстати, уже вижу что-то там. О, я очень устал. Это в чат пишет. Один час позже. Какой жопой час? Я там был, и я видел эти ворота, которые находились вот тут. Поэтому час точно не прошел. Четвертая цель выполнена. О, да. Так. Гейткипер. Стражник врат. Прямо, знаете, какой-то новый фильм. Как будто название нового фильма. Привет. Если ты хочешь пройти, тебе нужно найти ключ от этих ворот в моем доме. И принести его обратно. А, найти ключ для гейткипера, то есть для стражника врат, в его доме. Бэтлменс. Ну, в принципе, можно сказать, в его доме. И принести ключ обратно. Ну, как я понимаю, нам сюда нужно. Тут есть такой у нас мини-паркур. И, в принципе... О, виспы. И, в принципе... Ну, выход... Да, вашу нафиг. В принципе, выхода у нас нету. Как я понял, нам нужно 100% сюда забираться. Я не мастер-паркур, но, ребята, я честно буду для вас стараться. Зачем я это сказал, а? Прямо накаркал нафиг. Да... Во. Там просто нужно было прыгнуть. А я парился, как не знаю что. И мы забрались на саму стену. Здрасте, стражник врат. Что ты нам хорошенького сегодня предложишь? Я потерял мой ключ где-то тут. Это должно находиться опять в этой сторожевой башне. Которая находится сзади него. Спасибо, но я уже понял. Запомни. Принеси ключ мне обратно. И только потом я смогу открыть врата. Если я забрал сюда на стену, то я просто-напросто не могу ее припрыгнуть и сразу забраться в этот город. Мне нужно... Идти искать ключ, чтобы открыть вот эти врата. Ты какой-то странный стражник, но все же. Ребята, вы слышите? Какие-то звуки. Хм. О. Спрятал золотую монету у себя в верстаке. Не в верстаке, а даже в печке. Ну, ладно. О, кстати, давайте покушаем. Я вижу какие-то кнопочки. Что-то клацает, когда я на них нажимаю. Но я не знаю, есть ли смысл на них. О. А тут... Ох ты, зараза, спрятал сундучок. Еще один орб мы нашли в этом заныканом сундуке. Значит, создатель этой карты люб... О. Я сразу заметил. Ребята, если вы заметили, вы прям реальные молодцы. Запомните до конца прохождения этой карты. То, что создатель этой карты очень любит прятать сундучки где-то. О. Нифига. А значит, нужно действительно было на все кнопочки понажимать. О, посмотри. Ты нашел мой ключ. Он золотой. Подсказка. Ключ спрятан в сундуке на самом высоком уровне. То есть на самом... Ну, в принципе, мы тут уже находимся. Принеси мне его обратно и положи его в этот сундук. И только потом... Ну, я смогу открыть врата и все будет отлично. Ого. Четыре. Золотые монетки. Зараза, стражники забрали у нас 20 монет. А, паскуда. Но все же мы нашли ключ и мы сейчас будем спускаться, чтобы отдать его нашему стражнику. Привет, стражник. Опять ставим ключ. И... Да. Спасибо тебе. Сейчас я открою врата. Погоди секунду. Пожалуйста. Секунда прошла. Врата открыты. О, да. Ты можешь пройти. О, нифига себе. Спасибо. Вы меня еще телепортнули. Прям. Да ладно. Я бы и сам дошел. Ну, все же спасибо за телепортацию. Пятая цель выполнена. Какая-то нарвата. Стража. У-у-у-у-у. Вы... Офигеть. Ребята, помните, я вам сказал, чтобы вы запомнили до конца прохождения этой карты то, что... То, что создатель этой карты любит прятать где-то сундучки. Знаете, что еще запомните? То, что тут не стражники, тут настоящая гопота. Ты видите? Вы видите, как они быкуют. Вот тут каждый из стражей хочет нас убить или хочет нас ограбить. Офигеть. Ладно. Следующая цель. Смотри за стражниками. Спасибо за совет. Но я их уже... Уже всех перебил. И найди паб. О, я вижу стражников. Я должен пройти в паб. Ну, это, знаете, как будто что-то в сфере таверна, кафе. Давайте по современному языку будем называть это кафе. У нас есть виспы, у нас есть кафе. И будем паб называть. Ты дружный? Стукнул меня горшком. Жопу бы тебе этот горшок засунуть. Усатый. Ты чего меня бьешь? Ох, привет. Я ожидал тебя. Я полагаю, ты друг... Я очень близкий друг короля. Но. Давайте перейдем к сути. Я знаю то, что кто-то хочет спасти короля. Это должен быть ты, как я вижу. А, ну что? Я должен показать тебе все, что тут находится вокруг. Это, наверное, наш друг какой-то. Давайте начнем. Чувствуй себя свободно, если хочешь попросить у меня еды. Я дам тебе все, что у меня есть. Дальше. Что нам еще нужно? Спускайся. Точнее, приходи сюда, если ты, конечно, хочешь отдохнуть. Дальше. Снизу, на самом... Внизу, на самом нижнем этаже, ты сможешь найти шоп, где ты сможешь покупать различные оружия, различные броньки и многие другие. Также ты можешь поменяться с трейдером. Точнее, ты можешь поменять золотые наггетсы. То есть, монеты, которые мы находили, на алмазы. Угу. Круто. Которые... С помощью которых ты можешь купить различные плюшки. Также, если ты захочешь что-то купить, то перед тем, как покупать, прочитай информацию. Ага, чтобы все понять. Дальше. Веди нужное количество алмазов, чтобы не ошибиться. Все понятно. Ты все понял? Ох, прости. С временами я забываю что-то. О, точно, я забыл. Давайте посмотрим еще в верхний этаж. Тут ты можешь хранить различные вещички, которые... Ну, в принципе, если у тебя там грязный инвентарь, куча всего хлама, ты можешь сохранить это все вот тут. Короче, много всякого текста. Я перевел как можно быстрее. Честно, ребята, я все сходу переводил. Как получилось, извиняйтесь. Ну. Также на верхнем этаже у нас есть миссия. Точнее, комната с миссиями. Существует 10 миссий. Ребята, вы поняли, что это первая серия, это только вступление. У нас впереди еще 10 различных и крутых миссий. Карта мне, если честно, пока что нравится. Поэтому, если вы хотите продолжения, вы знаете, что делать, ребята. Также читай лайк. Ну, также читай книжку. Письмо короля перед тем, как ты начинаешь миссию. Как только ты пройдешь миссию, ты получишь вознаграждение, которое будет тебя уже ждать для перехода в следующую миссию. То есть, что-то мы прошли, что-то мы открыли. И это то, что мы открыли, перейдет к нам в следующую миссию. Круто. Также, вот эти все хламы, которые мы будем открывать, мы можем прятать потом на верхнем этаже в хранилище. Это будет как... Это круто. Вот, честно, почему-то мне напоминает это Assassin's Creed. Хоть я недавно прошел последнюю часть Assassin's Creed. Я буду рад пройти еще Assassin's Creed в самом Майнкрафте. В принципе, много текста, ребята. Больше мы читать не будем. Мы поняли то, что в данный момент это наше убежище. Проклятый дождь никогда не закончится. Ты... Сколько ты будешь шуметь? А, в вашу. Дай мне зайти. Получи еду тут. Foods on me. Еда для меня. О, перед тем, как начинать миссию. Make sure to take plenty of these. Перед тем, как начинать миссию, убедись в том, что ты взял кучу еды с собой. Потому что еда нам пригодится. Как видите, мы пригодисим очень много будем, поэтому еда нам пригодится. Бесплатная еда у этого чувака. Круто. О-о-о. Спрятал, заныкал мясо. О-о-о-о. Мясо и также монетки. Круто, круто. Да чё ты меня обижаешь? Ты чё? Я же не гомосек какой-то. Я просто тебе подхожу, чтобы поздоровиться. Ты зараза, а? Ща бы я тебя прикончил. Да не хочу я ещё один туториал. Я случайно нажал. Иди ты в жопу. Зачем я нажал на эту кнопку, а? Наконец-то. Не буду я больше нажимать на эту кнопочку. И даже к тебе не буду проходить. Всё, я обиделся на тебя. Иди в жопу. Мы забираем твои... Точнее, мы воруем твои монеты. Так что отдавай нам всё, что тут попадётся. Кстати, мы можем это всё пережарить сейчас. Именно сейчас. Нет, но мы тут можем найти что-то другое. Ну что, ребята, что у нас тут написано? Магазин, оружие и также броньки. Круто. Ха, так. Разместить алмазы вот тут. Поговорить с продавцом. Пойти в магазин доспехов. И также обменять золотые монеты на алмазы. Давайте поговорим. О, привет. Привет. Должен ли я тебе показать то, что у меня есть на прилавках? Запомни. Все оружия, все доспехи и украшения работают только в миссиях. Если ты хочешь купить какие-то оружия, убедись в том, что они находятся в правильном слоте. Ну, понятно. Ну, это не то, что понятно. Понятно. Ладно. Так. Стилл. Короче, у нас тут есть крутые всякие луки. У нас есть всякие крутые вещички. Так, ладно. Вот, допустим, мне понравился этот меч. Я хочу его осмотреть. The Ice Shard. То есть кусочек льда. Можно как-то так называть. Так. Product Description. То есть информация о продукте. Этот меч. Это специальное оружие для твоих рук. Ну, в принципе. Сделано с чистого льда. Это оружие замедляет врагов. Офигеть. Туда же оружие с всякими спецэффектами есть. Это круто. В какое место разместить вот этот продукт? То есть ты должен разместить этот меч в первый слот. Если нет, то твое оружие не будет работать. Также, чтобы перезарядить твое оружие, поменяй слот в какой-то другой. И потом опять перенеси его в первый. То есть, например, вот так. Два. И потом опять один, чтобы перезарядить. То есть меч будет работать, если он только будет находиться вот тут. В первом слоте. Если в другом, то не будет. И цена. Эта вещь стоит 15 алмазов. Заплати продавцу, поставив алмазы в его руку. То есть вот в эту печку. И посчитай алмазы перед тем, как ставить. Для того, чтобы не ошибиться и случайно не купить какую-то другую вещь. Я это все понял. Вот тут нужно поставить алмазы. Кстати, 1, 2, 3. Ну, допустим, у нас есть 3 алмаза. Ну, вряд ли мы что-то можем купить, если этот меч стоит 15 алмазов. Но все же мы сбережем на потом. Кстати, это у нас магазин доспехов. То был оружие, это доспеха. Давайте посмотрим. Шлем. Ого. Броня стражника. Броня стражника. Хмм. Капюшон убийцы. Ботинки. Эц. Ботинки Эцио Аудиторида Ференса. Я уже хочу вот эти ботинки. Эцио Бутс. Информация о продукте. Давайте посмотрим, что это за информация. Эцио Бутс. Сделаны с самой сильной кожей. С самой лучшей кожей, которая только существует на этой планете. Также. Также эти боты. Эти ботинки. Дают тебе скорость 2 и защиту 3. Охренеть, Эцио. У тебя прям лучшие ботинки на планете были. Стоит 9 алмазов. Эээ. Эээ. 9 алмазов в принципе нормально. Но пока что мы не можем это купить. Купим. Наверное вслед. Ооо. Ботиночки Альтаира. Поножи Альтаира. Бронька Альтаира. Какая-то хрень какого-то неизвестного чувака. Ну давайте сначала это прочитаем. Так. Информация о продукте. Здоровье 2 и также защиту 3. А сколько он стоит? 115. 12 алмазов или 45 алмазов для полного сета. То есть вот это полный сет вот этой броньки. Это все круто, но давайте пока что вернемся назад. Пока что мы покупать не будем, потому что мы еще даже не одну... Кого я ударил? Я кого-то... Суицидник. Житель. Так. Комната для выбора миссий. Круто, круто, круто. Так, что у нас тут? О, я думал я провалюсь сюда. Нет. И ТМ-дверь. Ну, то есть сбережение. То есть эндер-сундук. Это всем понятно. Я обожаю свое убежище. Ребята, посмотрите какое оно прям прекрасное. Лайк, если вам понравилось вот это убежище. Если вы хотите, чтобы вышла следующая серия. Потому что мы сейчас будем жить тут. Так, can store diamonds here. То есть ты можешь сберегать алмазы тут. Я поставлю даже три алмаза на всякие пожарные. Если мы потом вернемся, то мы сможем их забрать. Это что-то такое. Can store nuggets here. Ты можешь хранить наггетсы, то есть, ну, монеты вот тут. Спасибо, но я пока что оставлю их у себя. Extra hidden blades. Спрятанные клинки? А у нас вообще нету ни одного. Ну, давайте один возьмем. Так, спрятанный клинок. Если ты потеряешь свой спрятанный клинок, забери один еще вот тут. А я даже не находил. Это первый мой спрятанный клинок. Waste bin. Это хлам, да, что нужно выкинуть. Ну, пока что ничего не нужно выкинуть. Поэтому, ребята. Level room. То есть тут у нас, если мы сюда нажмем, тут у нас есть 10 различных крутых миссий, которые нам нужно проходить. Из-за которых мы будем вот офигеть. Back to hub. Ребята, вы видите то, что миссий тут дохридище. Извиняюсь за выражение. Но вы хотите, чтобы мы продолжили проходить вот эту замечательную карту про ассасинов. Ребята, я даю вам свое обещание. Обещание Эдисона. Чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия прохождения этой замечательной карты. Если каждый из нас, друзья, если каждый из нас не поленится поставить один лайк, 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 то 2000 лайков мы наберем практически за пару часов. За это в первую очередь я скажу вам большое спасибо, потому что вы реально будете большими молодцами. Во-вторых, я сразу же выпущу новую серию, поэтому, ребята, не поленитесь поставить лайк. Это одна секунда. Потратить одну секунду на то, чтобы я выпустил новое видео как можно быстрее. Поэтому, ребята, задумайтесь. Также каждый подписчик для меня большой друг. Я общаюсь с вами на протяжении всей серии, всей. Поэтому, вступайте в нашу большую и дружную семью подписчиков. Вам нужно просто нажать на одну кнопочку, красненькую, с надписью подписка. За это я также вам скажу большое спасибо, потому что это будет действительно очень круто. Честное слово. Поэтому, ребята, не ленитесь поставить лайк. Секунда. Не ленитесь подписаться. Секунда. Потратьте на меня две секунды. Может, я не стою того, но все же за это я скажу вам большое спасибо. И также выпущили вас новую серию. Я говорю спасибо еще раз тем, кто досмотрел это видео до конца. Если вы не перематывали, если не выключали. А сейчас еще сидите тут и смотрите, как я разговариваю. Поэтому, я не знаю, что вам сказать, но вы реально крутые ребята. За это я вам всем жму руку. Не расстраиваемся. То, что видео закончилось. Мы встретимся в следующем видео. Когда оно выйдет, что это будет за видео, зависит только от вас. Вы знаете, что делать, чтобы видео вышло еще намного быстрее. Поэтому, ребята, приходите, смотри мои новые видео. Я всегда вам рад. Я всегда рад вас приветствовать. Поэтому не стесняйтесь. Приходите. И мы будем проводить с вами еще больше времени вместе. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok